Продолжение следует... В 70-х и 80-х годах. Моей маме было в 80-е годы. В 1960 году. Детство моей мамы проходило с 1987 года по 1993 год. Детство моей мамы было в 80-е годы. Они играли в прятки и в коды искать. А мне игра очень запомнилась про прятки. Нужно было залезть на высокое дерево в саду и спрятаться. И так хорошо, чтобы тебя не нашли. Мама спряталась очень хорошо. И не могли нас найти до вечера. Потом ребята ушли. А мама так и осталась до вечера на абликосом большом дереве, пока ее не позвали родители. Играли в партизанов, казаков-разбойников. Они прыгали летом в резинке. И в классике. И во многое-многое другое играли дети в 80-х. Мама рассказывала мне про всякие резиночки, как они из обычных резинок для плетения плели настоящие дома, складывали в кучи. И рассказывала мне про прятки и всякие разные другие игры. Она рассказала мне про эти шпионы и дочки матери. Моей маме было очень много друзей. С некоторыми из них она общается до сих пор. Ее было много друзей, но самые близкие – это две Оли. Один интересный случай произошел зимой. В ней выпало очень много снега. И мама с друзьями играла в казаков-разбойников. Вернее, в партизанов. Они ползали по снегу. А сугробы были такие большие, что в них можно было вырыть большие ходы. И за день детвора построила целый подземный лабиринт, в котором они играли еще не один день. Во время игры в прятки мама застряла в глубоком сугробе снега. Пришлось вытаскивать всем двором. Сейчас смешно вспоминать. У мамы была горка. И все дети выходили с санками. Они привязывали друг друга и катились с горы змейкой. И этот поезд и задние санки переворачивались. И было очень весело. Они играли в прятки. У нее было две лучших подруги. Маша и Маша. Две Маши ее искали. Она пряталась 15 минут. Они договорились. Она залезла. Она тогда была подростком. И просто залезла на высокую ель в детском парке. Они ее искали 40 минут. Она была на самом высоте. Но около ели всегда стал батут. И чтобы долго не слезать, когда она 40 минут прождала, она уже поняла, что ее не найдут никак. Не просто на дерево. Это было очень оригинально. Она спрыгнула на батут. Упала и просто встала. И эти две Маши так удивились, что решили там сделать дом. У одной девочки Маши, у них был папа, строитель. И они попросили его сделать дом на дереве. У них получился очень хороший дом на дереве. Первый отряд спрятался, а второй отряд должен искать. И вот первый отряд ложился в тарелке из камушков, из листиков. Ну, что валялось на земле. И вот когда второй отряд искал, как-то там небольшой ветерок подул. И листья повели в другую сторону. И так второй отряд их искал до вечера. Все. Игра «Резиночка» была очень популярна. Выигрывал тот, кто без ошибок быстрее всех проходил пять высот. Первая была по щиколотку. Вторая на середине голени. Третья на уровне колен. Четвертая на уровне бедра. И пятая высота на уровне пояса. Если игрок ошибался, то наступала очередь прыгать к следующему игроку.